Более 30 работ, среди которых немало крупноформатных полотен. Есть и до 5 метров. На суд публики представлены работы художников не только из Владивостока, но и из других городов Приморского края. История выставки началась в 2015 году, когда был организован проект «Краски Победы». В тот юбилейный год экспозицию разместили не в залах, а в палатках на Корабельной набережной. Но посмотреть ее смогли не все. Проект работал только 9 мая. И вот несколько лет спустя, взяв за основу большинство тех работ, Союз художников предлагает вниманию зрителей великую победу. Однозначно мне это интересно, и мы сопереживаем историю войны. Понятно, что мы, ну допустим, мое поколение выросло на этом, воспитано на этом. Мы по-прежнему едины в том, что это великая победа российского народа. И речь только о том, какой ценой, и мы не хотели бы, чтобы это подавалось с неким восторгом. В экспозиции представлены сюжетно-тематические полотна, выражающие весь спектр ассоциаций и эмоций, связанных с войной. Самая масштабная работа – пятиметровый диптих «Битва», который создал один из инициаторов выставки «Олег Подскочин». В ней много символических образов, из которых создаются масштабные сцены сражений. Один черно-белая фотография, другая цветная фотография. Но этот персонаж – это просто я в два года, я тут как автор присутствую. Присутствие безоблачного детства в этом жестоком, вообще ужасном событии. Заметили, если все, по сути дела, все композиционно и все математически движется слева направо, здесь все наоборот, справа налево. То есть здесь все действия происходят на заход солнца, на запад. Главная тема выставки – война – это катастрофа для тех народов, которые в нее вовлечены. Все произведения объединяет одна идея – мы все дети той войны, в которой участвовали наши отцы, деды, прадеды. Великая Победа – проект, взывающий к размышлению, к спокойствию и к разуму. В нем нет ура-патриотизма, но много аллегорических работ, заставляющих всерьез подумать о том, что несет людям война, и почему мир – самое главное в жизни, и какие уроки мы должны извлечь из истории Великой Отечественной. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова